Нашему городу в следующем году исполнится 330 лет. За это время сменилось несколько эпох, каждая из которых принесла свой вклад в архитектурный облик Сызрани. Памятником одной из этих эпох можно вполне считать это настенное изображение, включающее в себе одновременно изображение людей, орудий инструментов, колоссия злаковых и рыб. Подобные рисунки появлялись в советское время на стенах многих домов большинства городов и поселков Советского Союза. Выглядят они незатейливо, можно даже сказать примитивно, тем не менее весьма наглядно иллюстрируют элементы жизни, как здесь, молот, шестеренка и колба, машиностроение и химическая промышленность, колосс, сельское хозяйство. Или как на одном из домов по советской, металлурги и сварщики, ракеты и трактора, нефтяники и колхозницы, праздничный салют. Все перемешалось на идеалистической картине того мира, к которому должны были стремиться все жители страны. Идеологическая нагрузка в таких плакатах играла важную роль. Например, на этой мозаике молодежь, шагая строем, движется по одному единственно возможному пути, направление которого указывает вождь мирового пролетариата. Из скольки интересных элементов была составлена эта мозаика? Но не вся наглядная агитация того времени несла политический смысл. На улицах Сызрани до сих пор можно увидеть уже проржавевшие плакаты, пропагандирующие пожарную безопасность. А в других городах мне довелось видеть агитки из этой же серии, рассказывающие, например, о том, как вываривать белье или пользоваться кирогазом. Да, сейчас тяжело представить, чтобы рекламные площади арендовались для прославления труда. При всем при этом это такая же история, как и дореволюционное купечество и оборонительная крепость Сызран. Тем не менее, к уличному наследию советского периода, как, например, к памятнику Владимира Ильича, до сих пор относятся неоднозначно. Но, с другой стороны, стоит ли уподобляться тому же Ленину, который указал снести все монументы предшественников, как только пришел к власти? Некоторые же памятники того времени не только поражают своей простотой и наивностью, но и связываются в фольклоре с современными персонажами, как, например, этот, установленный у вокзала. Если внимательно присмотреться к лицу девушки, невольно на ум приходят ассоциации со скандально известным украинским политикам. Ровно через неделю мы продолжим знакомиться с интересными местами нашего края. Не пропустите!